Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец. Сегодня 18 апреля 2024 года. Продолжаем наблюдать за тем, как американские законодатели загоняют уверенно и безжалостно китайский бизнес, который все еще пытается подпольно, кто полуподпольно сотрудничает с Россией, в палате представителей Конгресса представили No Limits Act. Это законодательный акт без ограничений. Который будет, буквально в смысле, добивать китайский бизнес, который продолжает торговать с Российской Федерацией. Об этом заявили в специально созданной комиссии палаты представителей по стратегической конкуренции между США и Китаем. Путин нелегитимен, царь ненастоящий. Именно это следует из резолюции, принятой абсолютным большинством депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Кроме этого, ПАСЕ признала украинские удары по российским НПЗ легитимными и обвинила и признала также преступником патриарха Кирилла Гундяева, поддельника Путина по военным преступлениям в Украине. Российские чиновники смогут с нынешнего дня отдыхать только в Иране, Северной Корее и на Кубе. Даже в большинство стран бывшего Советского Союза поехать они не смогут. А самыми несчастными оказались депутаты Государственной Думы. Этим вообще запрещено выезжать за пределы России. Главная причина – Путин опасается того, что чиновники и депутаты станут невозвращенцами. Был такой термин в времена СССР. Проще говоря, сбегут и начнут сдавать все, что они знают западным спецслужбам. Аргентина заявила о желании стать глобальным партнером НАТО. Что это и какие последствия за собой повлечет. После украинских атак по российским НПЗ экспорт дистоплива из России сократился более чем на четверть. И, наконец, дня победы не будет. Российские регионы начали массово отказываться от публичных мероприятий 9 мая. Друзья, обо всем этом поговорим далее в нашем обзоре. Итак, после визита министра финансов США, железная леди, как ее называют, Джанет Йеллен, ей почти 80 лет, она известна как икона правильного питания. Но, тем не менее, она провела четырехдневный визит, встречалась с руководством коммунистического Китая. И там стало известно о том, что, находясь на китайской земле, она практически шантажировала китайское партийное руководство, китайский бизнес, с последствиями, которые неминуемо настанут, если Китай продолжит торговать с Россией. Ну, собственно говоря, то, что слова Джанет Йеллен не расходятся с делами, подтвердилось на этой неделе. Специально созданный комитет платы представителей Конгресса по стратегической конкуренции между США и Китаем, есть такой, его возглавляет республиканец Майк Галлахер, Галлахер поддержал, обе партии поддержали основные направления введения санкций против китайских военных компаний, которые предоставляют свои товары и свои технологии России. Галлахер заявил, что любая компания, которая способствует ужасам в Украине, как это делает китайский военно-промышленный комплекс, заслуживая того, чтобы испытать на себе всю мощь американских санкций. Законопроект с характерным названием No Limits Act, закон без ограничений, по сути, дает таким компаниям только 180 дней для ухода с российского рынка, а дальше на них будут наложены полные блокирующие беспрецедентные санкции. Одним словом, мало не покажется. Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня признала Путина нелегитимным президентом, заявила о том, что это должны сделать все правительства Европейского Союза и прекратить любые контакты, кроме гуманитарных. Удары по российским НПЗ признаны легитимными. Украина может их дальше продолжать, считает Парламентская ассамблея Совета Европы. Путина также осуждают за геноцид коренных народов, так называемых малых народов России, которые подвергаются репрессиям и дискриминациям. Путин, по сути, их выкашивает. Речь идет о народах Северного Кавказа, в первую очередь, Башкирах, Тунгусах, Чеченцах, Дагестанцах и прочих нациях. Также ПАСЕ признала Путина виновным и заказчиком в убийстве российского оппозиционера Алексея Навального, это не подвергается сомнению. Ну и попутно еще и досталось ПАПУ, глав ПАПУ России, этот самый главпоп Кирилл Гундяев, также признан подельником Путина в военных преступлениях. Ну, как говорится, теперь его будут гонять, извините, с *** тряпками. На полном тому основании и поскольку он находится под большинством санкций, выехать никуда за пределы России он не сможет. Ну, собственно говоря, он, думаю, не сильно расстроится, поскольку с нынешнего дня выехать не смогут также никуда российские чиновники, а также депутаты Государственной Думы. Путин решил опустить железный занавес. Сообщается о том, что депутатам Госдумы запрещено покидать Россию в принципе. Об этом заявил источник в аппарате Нижней Палаты Российского парламента. Я не могу поехать даже в Минск, заявил один из анонимных депутатов Государственной Думы. Запрещено ездить всем российские силовики. У них есть также огромный выбор в кавычках. Это Куба, Иран, Сирия и КНДР. Ну, так и вижу. На курортах Северной Кореи или Ирана загорают российские силовики. А как же Дубай, как же Куршевель и Таиланд? Всем надо помахать ручкой. Главное, опасность заключается в том, считаю, что их могут просто начать арестовывать за границей. И для того, чтобы не было ни у кого соблазна, у сотрудников российских госогранов просто забрали паспорта. Как у крепостных. То есть, зачем паспорта крепостным? Они им не нужны. Ну, и главная причина Путин очень сильно опасается дезертирства чиновников и депутатов Госдумы. Считают, что они начнут сейчас массово разбегаться. Но если они начнут массово разбегаться, то как бы ничего хорошего. Из этого, конечно же, не получится. Надо Путину подстраховываться. Надо ему искать какие-то возможности. Ну, и вот, собственно говоря, эти возможности заключаются в том, чтобы этих самых депутатов Государственной Думы и прочих российских чиновников заставить сидеть на родине матушки. Реакция российских чиновников, безусловно, неизвестно. Они там попискивают что-то, кричат, но к этим крикам и писканью никто прислушиваться безусловно, не будет. Меньше всего будут жалеть российских чиновников, которые не могут поехать никуда, даже в Беларусь или Узбекистан на майские праздники, как сообщил один из собеседников агентства Reuters. Одним словом, железный заново запустился, паспорта у крепостных изъяли, скоро запретят выезжать даже за Садовое кольцо. Враги повсюду. Тем временем Аргентина попросила НАТО о присоединении на права глобального партнера. Что такое глобальный партнер? Это не полноценный член НАТО, ни в коем случае. В Латинской Америке есть пока одна страна, которая является глобальным партнером НАТО. Эта страна называется Колумбия, которая присоединилась в качестве глобального партнера к Альянсу в 2018 году. Также другие глобальные партнеры НАТО. В общем, название скажет обо всем. То есть, такая солянка это Афганистан, Австралия, Ирак, Южная Корея, Монголия, Новая Зеландия, Пакистан и Япония. Сообщается о том, что желание Аргентины связано с избранием нового президента Хавьера Милея, который представляет анархолибертарианский альянс Свобода наступает. Он является партнером Запада, поддерживает активную Украину, выступает против Китая, Бразилии, соседней Бразилии и Россия, Бразилия, Китай, называя их всех к**ками и, в общем, кастерит их, на чем свет стоит. Милей известен также тем, что он обещал в качестве основной валюты в Аргентине ввести американский доллар. Кроме того, Аргентина хочет разместить своего военного аташе в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и считать частью клуба с возможностью обмена военными из других стран. Правда, как это сочетается с желанием милее вернуть контроль над Фолклендами, их называют в Аргентине, напомним, Мальвинскими островами, то есть, была уже война в свое время между Великобританией и Аргентиной, когда при власти там находилась военная хунта. В Аргентине они, естественно, проиграли. Правительство Маргарет Тэтчер, тогда находившиеся на самой нижайшей точке своей поддержки, победила, стала триумфатором этого, в общем, вернула популярность среди британских граждан, но, тем не менее, вот такое желание у правительства Аргентины присоединиться к Альянсу, несмотря на более чем напряженное отношение с Великобританией, которое, напомню, является страной не из учредителей НАТО. Украинские атаки на российские НПЗ вырубили четверть российского экспорта. Об этом сообщает Блумберг. Блумберг со ссылкой надоаналитической компании КПЛЕР сообщил о том, что поставки в среднем составляли 0,74 миллиона баррелей в день. Это примерно 25% по сравнению со средним показателем период с 2019 по 2023 годы. Сейчас достаточно верно известно об атаках по следующим российским НПЗ, то есть послушайте список по датам. 24 НПЗ dia Warren Лукол Нижний город нефть орксинтес вот такое название. 13 марта Рязанский НПЗ 15 марта Калужские НПЗ 16 марта Сызранский НПЗ 16 марта Куйбышевский НПЗ 17 марта Славянский НПЗ 23 марта Новокуйбышевский НПЗ 2 апреля НПЗ Танеку И 12 апреля Новошахтинский НПЗ. Все это удалось только восстановить Калужский и Куйбышевский. То частично. Все остальное пока находится в состоянии, скажем так, практически полного ступора. Ну и еще одна забавная новость. Российские регионы начали массово отменять заранее 9 мая. День победы порохом пропах в полном смысле. Поскольку в российских городах неспокойно. Ну и в первую очередь понятно, значит, отменили в приграничных областях. Это Курская область, об этом заявил губернатор Роман Старовой. В Белгородской области там, в принципе, понятно, там никаких празднований не может быть. Потому что у них каждый день, у них уже война в полном смысле. Псковская область даже, которая находится почти за тысячу километров, отменяет. В Рязанской области отменяет. В Брянской области отменяет. Ну, в общем, практически скоро будет вся картина засветиться красной. В 23-м году в 23-х российских городах не проводили парады. Какая же причина? Сказали, что Бессмертный полк состоится, внимание, онлайн. Онлайн. Из-за высокого уровня террористической опасности. Ну, понятно, террористы сидят в Кремле. Я бы на их месте тоже не додумался. Ну, и, как заявил губернатор Курской области, предложим курянам вывесить портреты воевавших родственников в окнах домов и на стеклах автомобилей. Ну, а стаканы должны быть полойки вещей пластиковыми. Чтобы не звенели и не привлекать внимание. Чтобы все проходило в полной конспирации и в полной тишине. Такой вот он день победы. В полном смысле для кого-то будет со слезами на глазах. Особенно для российских чиновников, которые вместо пляжей Паттайи, Шарм-эль-Шейха и Дубаев отправятся на солнечные курорты Ирана и Северной Кореи. Под музыку и под песни Аятолл иранских. Это, значит, они будут, видимо, исполнять. А там будут петь пионеры из гвардии товарища Кимчин. И, над ним словом, веселого им 9 мая, друзья. Спасибо за просмотр этого видео, друзья. Берегите себя. Подписывайтесь на канал. Лайкайте, шарте, комментируйте трансляцию, друзья. Всего вам доброго. Слава Украине, друзья. Слава ЗСУ. Слава украинскому спецназу. Берегите себя еще раз. С вами был майор Украинский армией Тарас Березовец. Других встреч. Пока-пока. Продолжение следует.